Всем привет! Сегодня я расскажу, могут ли вас вычислить по IP. И если могут, то как? Спонсор сегодняшнего выпуска утилита RecOrganizer поможет найти и удалить ненужные программы, очистить место на системном диске от устаревших обновлений, драйверов, предыдущих версий Windows и другой ненужной информации. Также с ее помощью можно существенно ускорить загрузку и работу операционной системы в целом. Совсем недавно вышла восьмая версия этой утилиты. Обязательно попробуйте, ссылка на программу в описании. Думаю, многие из вас слышали истории о том, что кто-то кого-то собирается вычислить по IP. И сегодня мы разберемся, правда ли это и возможно ли кого-либо вычислить по IP, в том числе и вас. Для начала объясню, что такое IP. На моем сайте есть хорошая статейка. Объясню в двух словах. IP-адрес это сетевой адрес любого устройства в сети. Сетью также является и интернет. По IP-адресу компьютеры связываются друг с другом. То есть это уникальный адрес, который позволяет идентифицировать различные устройства в сети. И эти устройства между собой могут делать подключение, именно зная IP-адрес каждого устройства. Адреса есть разные. Есть адреса статические, есть адреса динамические. Статические адреса это когда устройство получает один IP-адрес, можно таки сказать, на всю жизнь. Есть динамические адреса, когда IP-адрес постоянно меняется. И такими динамическими адресами подключено большое количество людей к интернету. То есть мы с вами чаще всего подключены именно динамическими адресами к интернету. И именно из-за этого вычислить по динамическому адресу какого-то определенного пользователя не представляется возможным. Но можно вычислить пользователя даже по динамическому адресу только через провайдера. Провайдер может слить по запросу ваше местоположение, но такую информацию может получить только правоохранительный орган. Теперь давайте разберемся, что же мы можем получить, какую информацию мы можем вообще получить по IP. Для начала возьмите, введите в Google, в Яндекс проверка IP и перейдите на любой первый попавшийся сайт, который вам будет показывать какой-либо IP-адрес. В IP-адрес можете вставить что угодно, я вот возьму просто найденный IP-адрес в интернете и давайте посмотрим, что это за IP. Итак, IP-адрес какой-то я нашел Тайваня, никакой особой информации вы здесь не видите, видно, что страна, местонахождение в Тайване. В общем, если даже посмотреть дополнительную информацию, ничего интересного мы здесь не найдем. Есть еще момент, если вбить этот же адрес, чтобы вычислить его местонахождение, то мы получим только город, в котором находится данный IP-адрес. И не всегда даже по IP-адресу можно вычислить город, потому что иногда некоторые IP-адреса, грубо говоря, маскируются и выдают немножко не тот адрес. Но в принципе понять, где приблизительно находится данный адрес и где приблизительно можно искать этот IP-шник, можно. Вот он есть, город Гаосюн. Интересное название. В общем, это дело у нас находится на Тайване, возле, в общем, Китая. Таким образом, мы можем понимать, что где-то здесь есть владелец этого IP-шника, но где именно, по какому адресу владелец находится, мы вычислить это не можем. Что же теперь получается? По IP вычислить невозможно. Возможно вычислить, но не по IP. Возможно вычислить по MAC-адресу сетевой карты или по BSSID роутера. В данном случае я вам покажу, как можно вычислить местоположение практически любого роутера, который спалился, грубо говоря, в сети. Как это можно сделать? Да просто идете в поиск. Вот здесь вот я искал IP-н-адрес, просто взял с картинки, перебрал. Это вот, кстати, у нас вот этот IP-н-адрес. В вашем случае вам нужно зайти в поиск или обычный поиск, или в поиск картинок и набрать такой поисковой запрос. BSSID. Все, нажимаем кнопочку поиск и здесь мы вот видим, что есть различные окошки, в которых можно будет найти именно уникальный адрес роутера. BSSID это уникальный адрес роутера, который является, грубо говоря, отпечатком пальца роутера. По нему можно найти любой роутер в сети. Вот открываем первую вкладочку, например, и видим, здесь есть строка BSSID. И вот он, вот сам ID-шник, вот он такой номер имеет. И таких картинок вы можете найти огромное количество. Я просто показываю, где я взял свой номер для того, чтобы показать вам, что я буду делать дальше, как я буду искать местоположение этого роутера и в итоге, где он будет находиться. В общем, на любой из подобных картинок можно найти данные о BSSID. Вот, например, картинка еще одна, да, другой же BSSID и так далее. То есть в интернете их вполне себе таки валом. Плюс вы можете найти, просто зайти в YouTube, открыть, например, запрос взлом Wi-Fi, и там практически каждый юный хацкер на своем телефоне или на своем компьютере будет показывать о том, как взломать Wi-Fi, но на самом деле он покажет свой BSSID. То есть по Wi-Fi он подключится именно с его роутера для взлома каких-то других сетей. Так вот, он просто в видео будет палить вам свои BSSID, и вы можете этот BSSID вбить на вот такой вот сайтец. Сайтец Яндекс.Карт. В этих Яндекс.Картах есть такая возможность, когда вы вот здесь вот в конце, есть определенное место, вот оно, когда вы вбиваете определенный BSSID, то он вам показывает координаты местонахождения данного роутера. Ну вот, например, у меня есть вот такой вот BSSID, который я уже проверил, который работает, и идем сейчас вот на этот сайтик. Ссылочку вот эту я оставлю в описании под видео, сможете легко на нее зайти. Итак, находим надпись Wi-Fi Networks равно, и перед двоеточием, после знака равно, вписываем наш BSSID. Здесь он вписывается большими буквами, без пробелов, без двоеточий и без тире. То есть, если, например, вы здесь будете смотреть, то тут вот, например, есть двоеточия, или на других картинках там могут быть пробелы. Вот эти вот двоеточия вы не используете. И в данном случае, после того, как вы вписали эти данные, то есть верно вписали BSSID, данный сайтик покажет, где именно находится данный роутер. Нажимаем Enter кнопочку и получаем вот такие вот координаты. Это координаты для Google или Яндекс.Карт. Переходим в Google или в Яндекс.Карты и копируем вот эти вот координаты сюда, в раздел поиска. То есть, все очень-очень просто. Взяли, скопировали и нажимаем лупу. В данном случае, вот у нас появилось место, по которому находится тот роутер, который имеет BSSID. Вот этот вот. Сейчас его я покажу. Вот он, BSSID. Соответственно, мы узнали местоположение этого роутера. И, соответственно, скорее всего, этот роутер находится в 21-м доме. Почему оно показывает именно точку здесь? Потому что роутер не может 100% в 100% точку показать без какой-то погрешности. Погрешность в таком масштабе, она где-то около 100 метров. То есть, соответственно, в радиусе 100 метров от этой точки может находиться тот роутер, который мы искали. И, соответственно, теперь вы можете уже, уменьшая карту, узнать, что данный роутер находится в городе Череповец. А город Череповец у нас, скорее всего, да, находится в России. Если мы приблизим эту точку, то мы будем знать, что где-то здесь находится тот человек, BSSID, которого я нашел в интернете. Так как я нашел это в интернете совершенно без каких-либо манипуляций, просто поискал на картинках, то, соответственно, я не проводил никакого взлома, никого ничего я не взламывал. Человек сам, выложив картинку и не замазав этот адрес, предоставил свое место расположения. Я, конечно же, не знаю, что это за человек, но в таком же самом принципе могут искать и вас, зная ваш MAC-адрес сетевой карты или BSSID, адрес вашего роутера. Я не буду рассказывать именно про MAC-адреса, как находить по ним, потому что там более точный момент поиска. То есть там я точно могу сказать уже в каком доме будет находиться данный MAC-адрес. И, соответственно, вычислить того человека, который владелец является этого MAC-адреса, будет уже намного проще, чем в данном случае. А я же никого не призываю, никого взламывать, никого искать по IP-адресу. Я просто рассказываю, как это возможно сделать, если вы вдруг спалили свой MAC или спалили свой BSSID. Соответственно, это все палится очень легко, многие даже об этом не догадываются, но в итоге потом многих людей можно будет свободно найти. Кроме того, есть еще один хороший сервис. Здесь то же самое, вбиваете адрес BSSID. В моем случае у меня вот этот адрес был, я его где-то здесь вот, вот оно. И здесь еще все проще. Здесь просто вбили адрес вот этот, который вы нашли в интернете. Нажимаем Fight Wi-Fi. И то же самое показывает место расположения той точки, где находится этот BSSID. То есть уже просто на картах. И здесь уже прям даже показывает, что 21А дом. Возможно, даже этот будет более точно показывать, чем вы сами найдете через Google карты или через Яндекс карты. То есть вам нужно найти вашей жертвы, грубо говоря, BSSID, узнать этот BSSID. И теперь вы уже можете спокойно, с точностью до дома сказать, где находится этот человек. Вот такая история. Этот сайт я тоже оставлю в описании под видео. Если будет интересно, перейдете, посмотрите. Можете просто даже проверить свой BSSID. Одно маленькое, но не все BSSID можно будет здесь проверить. Почему? Потому что нужно, чтобы этот BSSID был хоть один раз когда-то закеширован на сервисе Яндекс карты. То есть в России, в принципе, в тех странах, где Яндекс картами популярно и много пользуются, очень легко можно будет найти людей. Но, например, если мы возьмем какой-нибудь BSSID Америкоса, который Яндекса, в принципе, в жизни никогда не видел, то, соответственно, по этому BSSID мы Америкоса найти не сможем. А вот в России мы очень-очень многих можем спокойненько себе найти. Вот такая вот информация о том, как вас могут находить. Теперь вы умеете вычислять по BSSID. Как я и говорил, что по MAC-адресу я не буду рассказывать, как это делается. Если вам это будет интересно, вы можете сами в интернете нарыть эту информацию и уже делать отслеживание по MAC-адресу. Там, конечно, точность будет намного лучше. А я же не взломщик, поэтому показывать этого не буду. В общем, все то, что было показано в видео, это все только в ознакомительных целях. BSSID я использовал и взял его в свободном доступе, то есть я никого до этого не взламывал. Ну и можете все это дело сами проверить, если вам это интересно. А также не забывайте о том, что у меня есть группы в социальных сетях. В этих группах вы можете задать ваш вопрос, если у вас что-то интересное, какой-то будет вопрос. А также приобрести лицензию на Windows 10. Также не забываем подписываться на канал. Обязательно ставьте колокольчик, чтобы максимально быстро получать информацию о выходе новых видео. Ну и не забывайте, естественно, ставить лайки и комментировать данное видео. На этом всем пока. Продолжение следует...